Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и тема нашей сегодняшней встречи это хранение домашнего вина. Вокруг этой темы входит много разных слухов и мифов. Многие считают, что домашнее вино не хранится, а хранится плохо для того, чтобы оно хранилось. Обязательно его надо пастеризовать, обязательно его надо крепить и много-много чего еще. Вот с этим всем мы с вами сегодня разбираемся и, конечно же, поговорим о том, какие факторы влияют на это самое хранение. И прежде чем мы приступим к основной теме нашего разговора, нам с вами нужно определить некоторое понятие. Например, при хранении вина у него как бы может быть два финала. Оно может испортиться вследствие каких-то причин, и оно может просто умереть. И я хочу, чтобы вы понимали, что это два разных процесса. На первый мы влиять можем, на второй нет. Нет, потому что у каждого вина есть свой срок жизни. Вино – это живой организм. Оно рождается, начинает развиваться, доходит до пика и потом начинает умирать. Наша задача, конечно, выпить его как бы в самой лучшей точке. Но если оно умерло, никак мы на это повлиять не можем. Все, там химические процессы, которые должны быть, они все завершились. И оно потеряло там свой вкус, свой аромат, может потерять свой цвет. У красных вин с течением определенного количества времени танины выпадают в осадок, а красящие вещества выпадают в осадок, и красные вины могут стать вообще белыми. То есть они умерли. Но, напомню, это никак не связано с порчей. Сразу может возникнуть вопрос, то как он знает, сколько какое вино проживет. Теме домашнего виноделия только опытным путем, ну, либо по некоторым отзывам людей, которые делали, например, вина из тех же сортов. Кратенько, красные, более кислотные, более тонинные вина будут храниться дольше. У них потенциалы это дольше. Белые вина хранятся мало. Это их свойства. Высокоароматные вина также хранятся мало. Но когда мы говорим мало, это год-два. То есть это не недели, не две, да? Это год-два. А потом просто эти ароматы, они начинают разрушаться, и вино уже становится далеко не таким вкусным, каким оно могло бы быть. А с этим определились. Идем дальше. Еще нам надо различать два процесса. Окисление и скисание. По этой теме есть отдельный ролик, где я подробно рассказываю, чем они между собой отличаются, но очень многие люди это путают. Кратко, скисание – это превращение вина в уксус, и там задействованы микроорганизмы. Окисление – это процесс химический. Как бы вы не пастеризовали, сколько бы вы спирта туда не добавили, какие бы вы танцы с бубнами не провели вокруг этого вина, если пошел химический процесс окисления, присоединение кислорода, все, вы с этим ничего сделать не можете. И еще важно понимать, что если у нас вино скисло превратилось в уксус, еще один важный момент. Большое количество кислоты в вине не равно скисанию. Тоже, чтобы вы это понимали. Если вино кисло, это оно не скисшее. У него может быть своя такая природная кислота быть. Так вот, если у нас вино подверглось уксусному скисанию, превратилось в уксус, все уже как вино мы его использовать не можем. Ну, если очень хотим, можем использовать как уксус. Это нормально. Но пить бокалами точно не сможем. Что касается окисленного вина, мы его пить можем, если оно нам приятно на вкус. Потому что не все вина в окисленном виде, они вкусные. Некоторые могут быть не совсем приятны. В то же время есть, тоже я об этом много раз говорила. Вина, которые специально окисляют при изготовлении, это херес, это модера. И наоборот, там, вот это окисление, это классно. Значит, разобрались тоже, что процессы разные, и результаты их разные. Ну, раз мы уже затронули тему уксусного скисания, есть, конечно, отдельный ролик, где я подробно рассказываю, в каких случаях это происходит. Здесь кратенько коснемся. Не каждое вино превращается в уксус. Хотя это очень распространенный миф, это там в кино рассказывают, что если открыть старую бутылку вина, которой будет сто лет, то, наверное, там будет уксус. Нет, нет, еще раз нет. Как-то смотрела видео, где идет экскурсия по винзаводу, молоденькая девочка там таратурит, таратурит, тоже что-то рассказывает про то, что вино превращается в уксус. Нет, нет, еще раз нет. Вина у нас как хранятся? В бутылках. Для того, чтобы там случился уксус, нужен доступ кислорода. И не просто доступ кислорода через там маленькую пробочку, корковую, к примеру. Потом поговорим о пробках. А большой доступ. Его должно быть много и длительное время. Только тогда вино превратится в уксус. Часто бывает, что те, которые хотят сделать винный уксус, у них не получается. Потому что даже кроме кислорода большого, еще нужно создать некоторые условия для того, чтобы этот самый уксус появился. И более вероятно, что вино испортится по какой-то другой причине, чем в этот самый уксус превратиться. Ну а теперь поговорим о том, что же влияет на хранение вина и на то, как оно сохранится. Первое и самое важное. То, как мы делали вино, с самого-самого начала, с момента сбора ягод, с момента их сортировки, с момента их дробления и до последних стадий, очень сильно сказывается на вот это самое хранение. Если мы соблюдали технологии, разумную чистоту и так далее, то наше вино будет храниться лучше. Если мы бездомно лили воду, если мы бездомно сыпали сахар, то такие вина действительно будут храниться плохо. И отсюда, кстати, и растут ножки. А вот у этого мифа, что домашнее вино хранится плохо, потому что большинство домашних вин, к сожалению, у нас вообще у домашних вин очень плохая репутация. Вот их делают бездомно по каким-то там рецептам, совершенно не вникая в процессы, совершенно не вникая в химию этого самого виноделия. Ну и получается не очень хорошее, мне даже сложно называть это винами, напиток, который действительно не очень хорошо хранится. То есть здесь все разумно. Но если мы понимаем, что мы делаем, мы делаем это правильно, то, конечно, наша вина и хранится будут. То есть технологии раз. Второе, в общем-то, оно относится к первому. Нам нужно дать завершиться всем процессам. Частый вопрос. Я вино положил на хранение, я его открыла, оно пенится как шампанское, что мне делать? Оно испорчено? Нет, оно не испорчено. Вы просто слишком поспешили с розливом. Вы не дали завершиться тем процессам, которые у вас в этом самом вине происходили. Ну и, соответственно, вот пошло там какое-то еще брожение. Процессы завершились, получили углекислый газ. Нормальное вино, его можно пить. Ничего страшного. Но может быть. У кого-то может не сохраниться, потому что бутылка порвется. Или банк. Такое тоже, кстати, часто бывает. Ну вот пример конкретно своим вином. Чтобы вы вообще понимали, о чем идет речь. Так, смотрите. У нас температура где-то порядка 6 градусов. И вот там мы с вами видим бродящее вино. Да, затвор развернут. К сожалению, я уже снимала эти кадры. Они удалились. И на тот момент температура была плюс 1. И затвор стоял ровно на этом же уровне. Там налита полная емкость. Температура, казалось бы, низкая. И даже 6-7 градусов эта температура низкая. В наших погребах температура может быть выше. Тем не менее, вы видите, февраль на дворе и идет брожение. У нас бутылочка. Сейчас попробуем ее открыть. Пшик пошел. Здесь процессы еще не запершились. Может быть, вам не было слышно, но мне было четко слышно, как был такой небольшой пшик из-за выделения углекислого газа. Тоже много раз повторяла, что не спешите с розливом вина в бутылки для хранения. Не спешите вот с какой-то такой прочной укупоркой, как, например, закатывать вино в банки раньше времени. То есть, дайте нормально завершиться всем процессом и тогда у вас все пойдет хорошо и не будет неприятных сюрпризов. То же самое касается, что если мы спешим закрыть раньше, у нас не все может выпасть в осадок. Оно потом выпадает в бутылках вина, там могут мутнеть. И мы думаем, что тоже вот оно хранилось плохо. А все, что нам надо было сделать, подождать и набраться терпения. А также я вам уже сказала, что вот то, как мы делали вино с самого-самого начала, как бы от этого зависит, как это самое вино будет храниться. Ну, здесь я приведу примеры из своей личной практики. Мы будем говорить об одном и том же вине, то есть сделано из одних и тех же сортов винограда, но в разное время. Итак, летом 2020 года я открываю бутылку урожая 2018 года. В принципе, с вином все более-менее нормально. Оно вкусное, оно питкое. Единственное, что можно заметить, это легкая потеря цвета. Ну, тогда я не обращала на это внимания. И даже просмотрев фотографии за некоторое количество лет, когда это самое вино фотографировала, я понимала, что это потеря, как бы она произошла не во время хранения, а где-то вот в процессе. Ну, если сильно не придираться, то как бы с вином все хорошо. Оно нормально сохранилось, ну, вот считайте, два года. Дальше просто не получилось, ну, не хватает тех объемов, чтобы посмотреть дальнейшее развитие. Осень того же 2020 года и я открываю бутылку урожая года 2019. При том, что и 2018, и 2019 год хранились примерно в одних и тех же условиях. И вот урожай 2019, осенью 2020, уже был не очень хорош. Вино было мутным, вино приобрело легкий привкус гуаши. Подробно сейчас не скажу, что произошло. Вот до гуаши я пока не докопалась, но, то есть, какие-то процессы пошли не так. Более того, у меня на тот момент, я во многих роликах показывала, есть у меня такая штучка, домашний сомелье. Некоторые вещи она измеряет, ну, и в том числе измеряет, как бы, развитие вина, там, параметры. И вот когда я померила это вино, все там было не очень. То есть, вино мое умерло. Я, конечно, огорчилась, потому что и вкус не очень, как бы и такие параметры, которые бездушная машина показывает, тоже не очень. При том, что оно было моложе, чем то, которое я пробовала летом. И следующий пример. Этот год, но у нас еще только начало года, и я открываю бутылку того же вина, урожая года 20-го. И это вино, причем оно хранилось в квартире, практически такое же, как и урожая года 21-го. То есть, как молодое вино. Там нет потери цвета, там нет потери вкуса. Вот, ну, если рядом поставить, кстати, не пробовала, то, может быть, легкую разницу и можно будет найти. Но, в принципе, пролежав просто в квартире, казалось бы, в таких жестких условиях, да, потому что мы везде читаем, что вино надо хранить только в подвалах, только в определенных там суперусловиях. Нет, оно лежало, скажем так, в экстремальных. Тем не менее, что-то пошло по-другому. Сейчас мы об этом поговорим. И вино сохранилось очень хорошо. Ну, я думаю, что вполне может полежать еще, если у кого-то хватит выдержки. Да, потому что, повторюсь, объемы небольшие и выдержать долгие годы пока что не получается. И возвращаясь к технологии. То есть, в последний год я не ждала, пока сусло забродится, я использовала закваску. Я предполагаю, что именно использование закваски оно уменьшило вот то самое окисление, о котором я немножко упоминала. Ну, и процессы пошли по-другому. Более того, я не стремилась снимать с осадка, там, как-то носиться с этим вином. Мне было некогда один раз, там, сняла с грубого осадка, поставила, забыла. Потом когда-то там совсем весне вспомнила, что, ну, может было бы там неплохо еще раз снять с осадка. То есть, я оставила вино в покое и при этом получила лучший результат, чем за прошлые годы. Кстати, подробно по тому, как уменьшить степень окисления без химических агентов, потому что все мы знаем, что добавление серы, добавление перосульфита, конечно же, это уменьшает. Ну, не все хотят им пользоваться, поэтому тему будем освещать, но уже в следующем сезоне, осенью, на теперешний момент, это не совсем актуально. Ну, конечно, всегда у нас находятся любители конкретики, которые хотят, чтобы им конкретно разложили, да, так, так что же в технологиях, что же в процессе изготовления будет влиять на сохранность и хранение домашнего вина. Ну, тема виноделия, она вообще очень большая, и осветить ее не за 20, не за 30, и даже за час, ну, это невозможно, поэтому подробно не касаемся. Важно технологии соблюдать, а более-менее соблюдать разумную чистоту в процессе виноделия, но все-таки двух вещей я коснусь, о которых тоже я уже упоминала. Это бездумное добавление воды и бездумное добавление сахара. Почему я говорю бездумное? Потому что мы можем в некоторых случаях, если нам нужно какие-то параметры сусла, еще даже виноградного сока подкорректировать, да, мы можем использовать эти агенты, но четко понимаем, что и для чего мы делаем. И с измерительными приборами. А для чего чаще всего добавляют воду? А у меня сок виноградный кислый. А кислый ли он, неизвестно. Я так придумала, либо вот кто-то сказал, что чтобы вино потом не было кислым, надо разбавлять его водой. И мы разбавляем. Причем часто эти разбавления бывают очень большие. Что в это время происходит? Да, действительно, мы разбавляем кислоту, еще много чего. Но кислота для вина это очень и очень важно. Это один из важнейших параметров. И кислота защищает вино от порчи. Мы ее разбавили. Отлично. Там всяким плохим микроорганизмам становится жить очень комфортно. И они начинают там размножаться. Потом у нас вино портится. Ай-яй-яй, наша же вино испортилась. Ну, в общем-то, сами подвели его к этой порче. Более того, я когда-то тоже об этом говорила, дрожжи, они такие, хоть и не очень маленькие, но не очень умные. Им комфортно жить в определенной среде с определенным уровнем кислот. Если этот уровень недостаточный, кислот мало, дрожжи начинают сами вырабатывать эту самую кислоту. Только знаете, какую? Уксусную. То есть, понимаете, мы сами провоцируем вино на порчу. А то же касается сахара. Если мы понимаем, что мы делаем и для чего мы делаем, это одно. Если мы бездумно сыпем по рецепту, потому что кто-то так сказал, особенно на последних этапах, когда у нас брожение либо уже заканчивается, либо закончилось. Сахар – это еда. И в некоторых случаях дрожжи уже не могут его перерабатывать по разным причинам. Зато там хватает других любителей сладенького, которые этот сахар покушают, ну и сделают нам невкусно, испортят наше вино, потому что мы сами ждали им эту еду. И вот здесь важный момент. Если мы хотим, чтобы в вине остался сахар, ну, нам так хочется. Мы хотим там полусухое, мы хотим полусладкое, мы вот любим, чтобы нам было сладенько. Не вопрос. Но такое вино просто так храниться не будет. И вот как раз таки его надо. Ну, мы можем химическим путем стабилизировать, добавлением серы, добавлением, по-моему, сарбат калия тормозит развитие дрожжей, останавливает брожение. То есть есть химический агент, раз. Есть термический процесс пастеризации, когда мы вино нагреваем, и там вся живность погибает. Либо вариант третий, это закрепление спиртом. Но тоже не бездумно. Есть такое правило Делли, которое гласит о том, что 1% спирта это 4 консервирующих единицы, 1% сахара это 1 консервирующая единица. И для того, чтобы вино хранилось, в сумме у нас должно получиться 80. Как правило, это 16% сахара и 16% спирта. Хотим, пожалуйста, но опять же понимаем, что когда вы закрепляете, вино становится крепким. Ну, если вы любите такие вина, то классно. Ну, а если не совсем любите крепкое, то подумайте, зачем вам это закрепление? Только для того, чтобы хранилось, и потом, чтобы пить невкусно. Ну, тут как бы все на ваше решение, на ваш окуп, ну, подумайте об этом. И еще. Даже такое вот закрепление, исследование этому правилу не дает 100% гарантии, что вино не испортится. Иногда такие вина портятся, все-таки могут. Еще буквально пару слов про соблюдение чистоты. Не обязательно просто вот загоняться стерильностью, там всю посуду стерильно вымывать, чем-то обрабатывать. Она просто должна быть чистая, но мы должны изначально перебрать ягоду, избавиться от гнилых, от порченных ягод, и потом особое внимание мы уделяем вот таким вещам. У меня здесь шланг для переливки тоненький, топщикапельницы иногда я такие использую, да, есть какие-то более толстые шланги. Вот здесь микроорганизмам очень хорошо размножаться, поэтому вот эти вещи надо особенно мыть. Те же бутылки, если они стояли сухие, то, ну, жить там особо некому и негде. Сполоснули, можно горячей водичкой, и этого будет достаточно. Переходим к условиям хранения. Напомним, да, что нам говорят, обязательно надо хранить в подвалах при вот определенной температуре. А что делать, если у нас подвала нету? Все, не делать вину, оно у нас не будет храниться, нам надо что-то делать вот специально. Нет, можно хранить и не в подвале. Желательно обеспечить по возможности постоянную температуру, то есть выскочки температуры, это плохо. Если у нас температура более-менее постоянная, это нормально. Конечно, если у нас есть подвал с температурой порядка 10-12 градусов, она тоже плюс-минус стабильная на протяжении всего года, ну, мы везунчики. Но если нету, можно вполне хранить в квартире. Но не на балконе, где у нас там то холодно, то жарко, да, а храним где-то в квартире, в каком-то уголке, где перепады температуры будут минимальными. А вот несколько минут назад я вам рассказывала пример, когда у меня вино год чуть больше хранилось просто в квартире и прекрасно сохранилось. Значит, смотрите, на что влияет температура. А в нашем вине все время протекают химические реакции. И температура влияет на скорость этих химических реакций. При более низких эти процессы происходят медленнее, при более высоких они происходят быстрее, но эта скорость, ну, если бы мы держали вино 20, 30, 40 лет, тогда она была бы важна. Ну, давайте говорить откровенно. С одной стороны, да, мы обсуждаем тему хранения вина, с другой стороны, для того, чтобы хранить нам много-много лет, нам надо много-много этого самого вина, что в домашнем виноделе бывает далеко не всегда. Поэтому пару лет, ну, а год, как минимум, ваше вино прекрасно сохранится в ваших квартирах. И не настолько оно ускорит свое созревание и свою гибель, чтобы вообще об этом сильно волноваться. Следующее, и то, что надо было сказать о самом первом. Это тара. В первую очередь, тара должна быть полной. В чем мы храним вино? Храним мы вино в стекле. Грузины хранят в квевре, у нас, к сожалению, квеврев. Нету, что касается хранения в дубовых бочках. В дубовых бочках мы вино не храним, мы его выдерживаем там определенное время. А мы сейчас с вами говорим именно о хранении. Размер емкостей. Если у вас есть возможность хранить вино в больших бутылях храним в больших бутылях. Нет больших бутылей храним в бутылках. Это уже, как говорится, какие есть возможности, какая есть тара. Но, конечно, хранить в пластике, ну, кто-то спрашивает, а можно? Ну, если в этом не очень долго хранить, то, наверное, можно. Но, я храню и вообще, в принципе, кроме начальных этапов, я всегда использую стекло. Что здесь может повлиять на хранение? Смотрите, мы в бутылках храним, но, как мы можем это делать? Мы ее можем закрыть корковой пробкой, и здесь будет очень важно качество этой самой корковой пробки. Обязательно в таком случае вино должно быть в наклонном положении, не обязательно полный горизонт. Важно, чтобы пробка омывалась вином, чтобы она смачивалась и не рассыхалась. И если мы вино храним именно в таких бутылках, да, в таком случае влажность в помещении для нас важна. Где-то там порядка 80%, но разные источники дают разные цифры, 70-80%, но 80% чуть лучше. Значит, такая влажность должна быть для того, чтобы пробка не рассохлась. Но с другой стороны, если она у нас омывается вином, то сильно она рассыхаться не будет. Опять же, все зависит от времени, все зависит от качества пробки и еще. Если мы здесь зальем сургучом, то влажность нам уже становится абсолютно не важна, потому что она не будет никак влиять на эту самую пробку. И, конечно, если мы храним вино в таких бутылках укупоренных корковой пробкой, то помещение, в котором мы это делаем, оно должно быть без каких-то там грибков, без гнилостных процессов. То есть, если у нас какое-то овощехранилище условно, где что-то может загниваться, то там надо внимательно следить, потому что корка может вот эти все неприятные запахи набирать, плюс плесень могут тоже на корковую пробку пойти. Ну, опять же, сроки, если мы там где-то годик храним, у меня бутылки с корковыми пробками, без чего-либо, лежать себе спокойно в квартире и все с ними хорошо. Мы можем, к примеру, и брать бутылки свинтовую пробку, опять же, если мы не собираемся хранить десятилетиями, то обычные бутылки свинтовой пробкой взяли и закрыли. И здесь нам вообще влажность абсолютно не важна, да, и положение этой бутылки тоже абсолютно не важно. Если у нас большие бутыли, мы их можем закрывать стеклянными притертыми крышками, есть для них пластиковые крышки, либо там вот трехлитровые банки закатываете, да, то есть там нам влажность абсолютно не важна. Ну, в случае с трехлитровыми банками, конечно, будет важно, чтобы эти крышки не ржавели. Ну, а в остальном там особо значения не имеет. Что еще важно при хранении будет, я, по крайней мере, планирую сделать отдельное видео по корковым пробкам, но качество самой пробки очень сильно будет влиять на хранение вина. Свет дело в том, что может ускорять определенные химические реакции, и поэтому, ну, если у нас темные бутылки, то, в принципе, у нас и так все хорошо. Если у нас бутылки прозрачные, то нам нужна темнота. Ну, в принципе, я, например, все свои вины где-нибудь в шкаф составляю, в нишу под кровать складываю, то есть там, где эта самая темнота обеспечивается. И не надо бояться, что если вы поставите это в шкаф, даже в прозрачном бутылке, и раз когда-то выходите, ну, открываете этот шкаф, и туда попадает свет, ничего страшного у вас не случится. Знаешь, мы не будем хранить эти вина 20-30 и 100 лет, поэтому на несколько вот этих самых лет вам вполне хватит тех условий, которые вы можете создать. И еще один такой очень интересный факт, не особо, он, конечно, подтвержден научно, не особо его продвигает, но хорошо было бы, чтобы там, где вино хранится, была либо тишина, либо что-то приятное сейчас об этом расскажем, ну, не было плохих звуков, не было вибраций, типа там рядом с холодильником, вот таких вещей. В одном из документальных фильмов, я не помню точно, это было или в Мандовина, или в Natural Resistance, показывали погреб, и там владелец этого погреба в винодельни играл на скрипке своему вину, то есть вот такие хорошие звуки, приятная классическая музыка, ну, тут все понятно, вине много воды, и в принципе сейчас многие говорят о том, что хорошие качественные звуки, ну, и некачественные, они влияют на структуру молекул воды, и другой пример взятый из художественного фильма, есть такой специфический старый фильм «Итальянский тайна Санта Витории», и там стояла задача перед жителем, у них миллион бутылок лежит в подвалах, идут нацисты, надо куда-то это вино перенести, спрятать, чтобы вы не забрали, и вот они бегут по подвалу, думают, как это вино переместить, и говорят, что нельзя ругаться здесь, это вино нервно, оно может испортиться, насколько ваше вино могут испортиться, от какой-то рогани, либо улучшиться от каких-то позитивных эмоций, сказать сложно, но если у вас как бы есть возможность не ругаться при вине, это классно, вообще лучше никогда не ругаться, ну и точно так же, если вы можете создать вашим вином хорошие, приятные звуки, ну это тоже классно, повторю, повторю, что такой фактор, не сказать, что научно доказанный, но для себя такой достаточно интересный, подводим итог, домашнее вино прекрасно хранится, если мы его правильно делали, если у нас что-то в процессе пошло не так, вино начинает заболевать, мы это чувствуем, значит тогда нам надо применить какие-то консервирующие агенты, для того, чтобы это самое вино сохранилось, что применять, как бы это на ваш выбор, тут вы уже смотрите по ситуации, и касательно вин с остаточным сахаром, то же самое, вино с остаточным сахаром храниться не будет, несмотря на то, что кто-то считает, что сахар это консервант, да, действительно, сахар это консервант, но только при определенных концентрациях, очень высоких, вам такое вино пить не понравится, поэтому, если хотим оставлять там сахар, значит, тоже я вам огласила три варианта на выбор, которые вы можете использовать для того, чтобы это вино стабилизировать, чтобы оно смогло некоторое время сохраниться, и, конечно же, помним, что у каждого вина есть свой срок жизни, определить этот срок жизни для наших домашних вин, вы можете только сами опытным путем, единственное, напомню, белые хранятся меньше, высокоароматные вина хранятся меньше, мускаты хранятся меньше, все, что кислое, все, что сильно тонина, вот это хранится дольше, хранится именно в плане своего развития, то есть хранить мы можем все, но насколько это будет вкусно, зависит от того, из чего мы это самое вино сделали, но на этом я с вами прощаюсь, хорошего хранили вашим вином, спасибо вам за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, под видео, нажав кнопку еще, ссылка на другие полезные видео, ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты, и до новых встреч,